Доброе утро! Участковый врач – ваш самый главный консультант и координатор по всем медицинским вопросам. Как узнать своего участкового врача и как к нему записаться, сегодня спросим у нашего эксперта. Про функции участкового врача нам сегодня расскажет врач-терапевт, заведующий третьим терапевтическим отделением городской клинической больницы имени архиепископа Луки Данилов Александр Владимирович. Доброе утро! Доброе утро! В чем заключаются обязанности участкового врача? Первичная медико-санитарная помощь оказывается в России по территориально-участковому принципу, то есть все жители, проживающие на определенной территории, формируют участок для оказания медицинской помощи. Помощь на участке может оказывать фельдшер, это будет фельдшерский участок, врач-терапевт будет терапевтический участок. Существуют также участки врача общей практики и семейного врача. Все эти специалисты получали обучение по немного разным программам, поэтому их задачи и функции несколько отличаются. Врач-терапевт участковый, он же врач-лечебник, был введен профессиональным стандартом в 2017 году. Этот профессиональный стандарт утвержден был Министерством труда. Если брать обобщенные функции врача-терапевта участкового, то это направление на обследование для установки диагноза, назначение лечения, а также контроль его эффективности и безопасности, оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, экспертиза трудоспособности пациента, а также введение документации. У врача в общей практике на участке немного менее населения, однако он выполняет функцию и некоторых узких специалистов, например, офтальмолога с осмотром глазного дна и определением остроты зрения, лор врача определения остроты слуха, хирурга с выполнением минимальных манипуляций. Как узнать своего участкового врача? Чтобы узнать своего участкового врача, можно посмотреть на сайте. В каждом лечебном учреждении на сайте размещена карта участков. То есть напротив конкретного участка участкового врача имеется адрес. Это улица и номер дома, который к ним относится. Также можно позвонить по телефону в регистратуру и выяснить, кто ваш участковый врач. Ну а старшее поколение, как правило, пользуется своим лайфхаком. Это спрашивают у соседей по подъезду. Здесь ему будет предоставлена подробнейшая информация, иногда даже больше, чем требуется. Как записаться к этому врачу? Записаться на прием к участковому врачу можно несколькими способами. Самый простой и быстрый – это сидя на диване. Единый портал государственных услуг, портал государственных услуг Тамбовской области, многоканальный колл-центр 8 800 200 24 21. Работает с 8 до 20 в будние дни и субботу с 8 до 14. Также можно позвонить в регистратуру или, если добраться до поликлиники, можно через информат или информационный киоск, а также непосредственно в регистраторе. Как вызвать участкового врача на дом? Оказание амбулаторной помощи подразумевает лечение в условиях, когда не требуется круглосуточное медицинское наблюдение. Это может быть и в поликлинике, и в том числе на дому. Чтобы вызвать врача на дом, можно воспользоваться несколькими способами. Самый простой – это лёжа на диване. Не сидя просто потому, что вызывает при серьёзных заболеваниях. Это единый портал государственных услуг, портал государственных услуг Тамбовской области, колл-центр для вызова врача на дом. Это короткий номер 122. Также можно позвонить в регистратуру, или чтобы родственники или соседи добрались до поликлиники непосредственно через регистратуру или из информации информационного киоска. Есть ли определенные промежутки времени, когда участковая врача должен приехать на дом? Оказание амбулаторной помощи подразумевает осмотр пациента в течение суток. Если на приёме, то есть пациент пришёл в поликлиник, то в течение ближайших 15 минут от времени назначенного приёма. Если это неотложная помощь, то она оказывается в течение двух часов с момента получения вызова. Ну а обычный вызов на дом, допустим, температура там 37,3 и жизни не угрожающая, в течение 6 часов, то есть в течение времени работы терапевта. Может ли участковый врач проводить определённые обследования и назначать эти обследования? Врач-терапевт-участковый назначает все необходимые обследования по профилю заболевания или по профилю подозрения на заболевание. Это, конечно же, и общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования крови, электрокардиографии, флюорографии. Если вдруг исследования дорогостоящие, в этом случае пациент направляется на консультацию к узкому специалисту, в ведении которого находятся эти обследования, например, МРТ головного мозга, эхокардиография, сцинтиграфия. Огромное вам спасибо! Будьте здоровы! Уважаемые телезрители, предварительные записи на приём необходимы для того, чтобы не собирать очереди у кабинета врача. Поэтому призываю вас воспользоваться дистанционным способом записи, чтобы не сидеть долго на приёме. Сегодня мы узнали, кто такой участковый врач, как его вызвать на дом и какие обязанности у него есть. А вы берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok